Главе Мурумцевского района Вячеславу Девятерикову стало плохо, пока он рассказывал о ремонте дорог. Его срочно увели. Чиновник выступал на бюджетных слушаниях в областном парламенте. Между тем, исходя из доклада министра финансов региона Вадима Чеченко, проект главного финансового документа на три ближайших года вполне адекватен вызовом времени. Так, доходы прогнозируются на уровне 58,4 млрд рублей, расходы 59 млрд в дефицит, чуть более 1% или 606 млн, минимальный показатель за последние десятилетия. Более того, средняя зарплата МИЧИ в ближайшие три года может достичь 30 тыс. рублей, если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного. В стране все-таки кризис. Однако бюджет сохраняет свою социальную ориентированность, только на зарплату бюджетникам предполагается потратить более 40% доходов. Еще одно направление — возрождение села. Аграрии ежегодно перечисляют бюджет до 15 млрд рублей в виде налогов, а поддержку им сокращают, чего делать нельзя. Ну а мэрия Омска рассчитывает на пополнение дорожного фонда. Нам пришлось расставлять приоритеты. Вне всякого сомнения, главным приоритетом являются социальные расходы, это выплата заработной платы, это льготы, меры поддержки, это дорожный фонд. То есть все эти первоочередные расходы были предусмотрены в бюджете в полном объеме. Социальные статьи расходов. Остальные расходы, к сожалению, пока предусмотрены в сокращенном режиме порядка 30-40%. Но это как раз те задачи и та работа, которая нам необходима будет обеспечить реализацию в первом квартале, в первом полугодии следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова